Всем привет, с вами Прия. Если вы думали, что это какие-то мои эффекты анимации, нет, я так не смею издеваться над вашими глазами. Мы находимся на ПТРе и в текущий момент идет вторжение плети. Вторжение плети ознаменовано при патчем к Shadowlands. Решил зайти, потестить, глянуть вообще, что тут такого интересного происходит. Пора бы начать. Окей, самые первые квесты. Мы летим к Гену Седогриву. Начинается всякая интересная возня, всякие интересные видосики, квестики и все такое прочее. До того момента, как мы в принципе отправимся в Нордскол, убивать боссов, там лутать вещицы всякие интересные, красивые, нам придется полетать по нашим родным землям. То есть, вначале сам я был в Штормграде, потом следующий квест идет в Торговом квартале у оруженосца Серебряного Авангарда. Далее мы прилетаем в Золотоземье, всеми любимое, там тоже еще один квестик. И нам дают отчет из Элвинского леса, записанные из чужих слов свидетельства о минимальном присутствии плети в этих краях. Интересно. По следующему квесту мы уже летим в Красногорье. Тоже, наверное, какие-нибудь палатки будут интересные. Серебряного Авангарда тоже что-то будет красивенькое. Да, просто летает ледяной змей, который морозит абсолютно все, что видит. Ну а также бурдалаки. Окей. Вторжение плети в полном своем масштабе. Окей. Далее по квесту мы летим в Темнолесье. Тут тоже есть ледяные змеи, которые летают и морозят абсолютно все, что видят. Прикольно. Это немножко так атмосферненько. Ну что ж, добрался я до Штормграда. Получается, сдаем квестик. Возвращение плети. Окей. Но вот только сообщение по центру говорит мне о том, что я заражен. Что я сейчас в бурдалака превращусь? Да, ну быть такого не может. Это все вранье. Что нам нужно сделать по квестам? Окей. Первый квест нужно, получается, в рестайле еще серебряного турнира прилететь, как я правильно понимаю. А второй квест — это убийство Натаноса. Вау. Я думаю, убийство Натаноса — это второсортный квест. А вот конкретно то, что идет с серебряным турниром, это уже основной квест. Полетим туда. Так, а что же произойдет в момент окончания дебафа? Ух ты, это что? Я могу не участвовать в этом? Да, могу. Но я, по-моему, умер. Окей. Забавно, конечно. Серебряный турнир. Значок вопросика есть. Темные часовые атакуют стражей. Окей. Вторжение плети идет темным ходом. Стоят интенданты. Первый интендант позволяет нам за значки покупать броню типа Battle for Azeroth. По-моему, это первого сезона броня, звание претендента. То есть, если у вас ее нет, не переживайте, ее можно будет купить при патче. Все прекрасно касательно этого. Наша задача — строиться на квестах. Окей. Берем квестики, делаем квестики. Замечательно. Квесты сделаны. Берем новую пачечку увлекательных квестов, инновационных. Что нам нужно? Нам нужно куда-то прилететь, что-то похоже узнать и что-то интересное изучить. Кстати, довольно-таки красивое небо над ледяной короной. Хотя оно уже давненько, но, может быть, кто-то его видит впервые. Окей. Мы осмотрели два аванпоста плети. Сдаем квестик. Берем новый. Нам нужно встретиться с мопцом. Хорошо. Встретились с мопцом. Сдаем квест. И берем два новых. Ух ты! Вот это разнообразие. Судя по квестам, даже не читая их, я могу сказать, что мы будем внедряться в какой-то культ. Мы будем переодеваться и будет что-то интересное. При этом будет какая-нибудь сценка еще. То есть, нам нужен капюшон и нам нужно одеяние. Хорошо. Убегайте, мобы. Кто не спрятался, я не виноват. Сдав два квеста и взяв новый, а также приплетев в Мордритар, перед нами появляется кнопочка по центру. Так что, если вы там какой-нибудь аддон будете юзать в тот момент, когда припатч уже выйдет, то аддон там снесите. Мало ли, вдруг вы не увидите эту кнопочку. Ну, окей, нажимаем ее, принимаем маскировку проклятых. Какая наша дальнейшая задача? Что нужно сделать? Окей, допустим, зайдем в центр. Есть хищники, мапсы, от которых нужно, получается, скрываться. Ну, самая обычная стелс-миссия, окей. Но при этом хищников мы можем игнорить, как это видно по примеру других игроков. Просто более-менее аккуратненько проходим. Мы видим Глашатая Долору. Кто это? Так, мы стоим на колени вместе с другими послужниками. Так, послушники телепортируются. Ну, а мне же, скорее всего, придется просто бежать к изначальной точке. Да-да-да, спасибо за хекс. Ты еще убей меня тут в тот момент, пока я просто делаю квестики. Ну, похоже, это смертный пол по сервере. Окей, это не отвлечет меня от основного действия. Ага, и перед тем, как устраивать саботаж, есть выбор. Надевать одеяние или нет? Окей, наденем. Это всяко будет быстрее и профитнее, конечно. Задача устроить три саботажа. Ну, это делается путем взрыва бочонков. Получается так, или что нам нужно сделать? Допустим, кинем. Окей, ничего не произошло. Кинем еще разочек. Замечательно. Квест выполнен. Бочонки, котлы с чумой. Закиданные бочонками с чумой. Довольно-таки интересно. Я не знаю, она там что, разная эта чума, или в чем вообще прикол. Окей, дело сделано. Квест сделан. Летим вставать. Я надеюсь, эти горе-пвп-шеры ушли уже оттуда. Не хочу их вновь встречать. Это небольшая все-таки, но потеря времени. Сдаем квестик. И получается, берем новый. Окей, хорошо. Мы уже приближаемся потихоньку к цитадели ледяной короны. Летим просто на гиппогрифе. Даже делать ничего не нужно. Окей. По-любому нас собьет какой-нибудь дракон. Но это ожидаемо, мне так кажется. Это случится. Разве нет? Серьезно. То есть, просто так, мимо абсолютно всех великанов, мимо всех драконов, пролетел гиппогриф. С героем Азерота на спине. Окей. Хорошо. Можно было бы и интереснее сделать этот полет. Ага. И после того, как мы нашли Глашатая, можно устроить погром здесь. Хорошо. Поехали. Ага. И скорее всего, последний квест это будет убийство Глашатая. Хотя. Хотя. Компания Blizzard рассказала о том, что припатч будет поделен по неделям. То есть, в первую неделю мы увидим одну часть контента. Во вторую неделю... Вторую часть контента. Вау, такое удивление, не правда ли? А в третью неделю... Третью часть? Совершенно верно. То есть, сколько будет этих недель, сколько будет этих частей, вопрос действительно хороший. Ну, наверное, 4. Максимум 5. Потому что припатчи обычно длятся около месяца. В месяце у нас, ну, 4,5 недели. Тут уже все зависит от компании. То есть, либо 4, либо 5 недель. Окей. Глашатаю туда, я как бы прилетел, но тут ордынцы. Хорошо. Жду своей очереди. И я действительно надеюсь, что это последний квест. Ну, а разве может быть иначе? Окей. Мы получаем награду после убийства этого глашатая. Unlocks Access to Daily Quests in Ice Crown. Мы открываем себе доступ к дейликам в ледяной короне. Этого мы ждали от припатчи. Ха. Не думаю. Окей, что хотя бы дают за эти дейлики? Просто голдишку и все? Серьезно? Да я убиваю мобов. Какие-то баджи лутал. Только я еще не нашел им применение. Но все же. Это уже ценнее, как минимум. Скорее всего, эти квестики, которые сейчас даются, это уже события второй недели. Ну, а не думаю, что есть смысл их, в принципе, раскрывать, эти события. Как только выйдет припатч, мы и сами все это дело потестим. Основная суть припатча в том, что происходит вторжение плети, то, что в ледяной короне мы будем делать дейлики, непонятно для чего. Также будут появляться фиолетовые черепки. Это будут боссы, вернее, их копии, из самой цитадели ледяной короны. С них можно будет получить интересный лут. Это сделано с целью того, чтобы какие-либо персонажи, твинки, либо люди, пришедшие в игру относительно недавно, смогли сделать хоть какой-то себе стартовый эквип, чтобы не вайпаться от обычного барашка в темных землях, в шадоулендсе. На этом все. Счастья, здоровья, берегите ноги, мойте руки. Не забывайте о ссылочках в описании. До скорого. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...